МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Доброе и бодрое утро! С вами Ольга Дмитриева. И Наталья Гончарова. Вы смотрите Утро на ОТВ. Новый день с нами. Начинайте. И, естественно, сегодня вы увидите много нового и интересного. Итак, дорожные работы, замену асфальта и ремонт эстакады обсудили на совещании в администрации муниципалитета. Дороги под контролем. Глава округа Андрей Иванов проверил работы по нанесению разметки на Можайском шоссе. Школьное питание. Андрей Иванов провел совещание по вопросам развития проекта Доброе кафе. Памятный турнир. На стадионе Солнечный детский и команда Подмосковья сыграли в футбол. 18 мая 1703 года считается датой основания Балтийского флота. Именно в этот день русский отряд одержал победу над кораблями шведской эскадры вице-адмирала Нумерса. Победа заставила шведское командование отвезти эскадру и навсегда ставить у Синевы. Россия овладела всем течением реки и получила выход в Финский залив. А все участники того боя получили специальные медали. На одной ее стороне был портрет Петра Первого, а на другой фрагмент боя и надпись «Незабываемое бывает» – 1703. Чем еще запомнился этот день в истории? Смотрите далее. 18 мая 1704 года был заложен кроншлот форт Кронштадта. А в 1724 году в этот день состоялась церемония коронации русской императрицы Екатерины I. Через 56 лет 18 мая 1780 года Екатерина II специальным рескриптом окончательно утвердила герб Санкт-Петербурга. В Красном поле два серебряных якоря, положенных крестом, и на них золотой скипетр. В этот день в 1804 году Наполеона провозгласили императором Франции. А 18 мая 1927 года произошел весьма интересный случай. Американская кинозвезда Норма Толмадж случайно оставила отпечаток своей ступни на незастывшем асфальте, что натолкнуло на идею создания в Голливуде аллеи отпечатков ног кинозвезд. Спустя 31 год, 18 мая 1958 года, советский фильм «Летят журавли» получил золотую пальмовую ветвь на 11-м Каннском кинофестивале. 18 мая – Международный день музеев. Он празднуется во всем мире с 1977 года. В этот день музеи открывают свои двери для всех желающих совершенно бесплатно и показывают посетителям новые экспонаты и выставочные залы. Также сегодня Всемирный день скандинавской ходьбы. В России его отмечают с 2015 года. Это профессиональный праздник всех ценителей здорового и активного образа жизни. А еще сегодня отмечают день рождения майского жука. 18 мая 1048 года в Нишапуре в семье Палаточника родился персидский поэт, математик, астроном и философ Амар Хаям. Уже в возрасте 8 лет он знал Коран по памяти, занимался изучением математики, астрономии и философии. Хаям блестяще окончил курс по мусульманскому праву и медицине, получив квалификацию врача. Также в этот день в 1868 году в царском селе родился Николай Александрович Романов, будущий российский император Николай II. По традиции он получил домашнее образование, соответствующее курсу гимназии, и служил младшим офицером преображенского полка. В 1892 году был произведен в полковнике. День рождения сегодня отмечают китайский актер и сценарист Чоу Юнь Фат и российская актриса Ольга Ломоносова. И к новостям округа. На совещании в администрации муниципалитета обсудили такие вопросы, как замена асфальта на Можайском шоссе, ремонт эстакады, нанесение разметки и многие другие. По ключевым вопросам с докладом выступил директор управления дорожного хозяйства и капитального строительства Сергей Батушенко. Репортаж нашего корреспондента. В Подмосковье полным ходом идут работы по ямочному и текущему ремонту дорог общего пользования. Оперативность выполнения этих программ держит на контроле губернатор Московской области Андрей Воробьев. В Подмосковье начался сезон ремонтных работ на автодорогах. Планируется привести в порядок свыше полутора тысяч километров дорог, включая региональную, муниципальную сеть и подъезды к СНТ. Но все, что касается ямочного ремонта, должно происходить оперативно. 63 тысячи квадратных метров. Таков общий объем работ по ремонту дорог в Одинцовском округе на 2023 год. Продождается масштабная работа по устранению ям на дорогах и во дворах. Поэтому все наши службы прошу не расслабляться. Актуальных сезонных задач еще тоже в большом количестве. Для увеличения срока службы асфальта, начиная с прошлого года на территории округа, применяется новый асфальтобетон, который имеет более плотную структуру и менее подвержен клееобразованию. За соблюдением качества выполнения работ ведется автоматический, лабораторный, общественный и строительный контроль. В рамках строительного контроля у нас осуществляется контроль качества уже устроенного покрытия. У нас с помощью системы СКПД в автоматическом режиме без участия человека, без влияния человека назначаются места отбора проб, кернов непосредственно, готово асфальтобетонного покрытия. И также с помощью этой же системы, с использованием видеозаписи и так далее, отбираются эти пробы и потом в лабораторных условиях исследуются. Что касается ямочного ремонта, в этом году в муниципалитете запланировано сделать 23 тысячи квадратных метров дорог. Большая часть работ уже выполнена. Здесь также проводится большая работа. И это уже не временное заделывание ям по подписаниям ГИБДД, а ремонт уже большими картами. Почти 6 тысяч ям были зарегистрированы в электронной системе. Хочу тоже отметить, что оцифровка для нас это важный процесс, без которого не будет должного контроля. И по плану все ямы мы должны устранить до 1 июля. А уже до 1 августа должен быть завершен текущий ремонт дорожного полотна. Выразить свое мнение по состоянию автомобильных дорог может каждый желающий. Сбор предложений организован на портале Добродел. Голосование проходит ежегодно с 1 июля до 1 сентября. 25% дорог, набравших максимальное количество голосов, попадают в дополнительную программу ремонта. В этом году примерно половина ремонта согласуется именно с теми дорогами, за которые жители проголосовали в прошлом году, как за автомобильные дороги, требующие ремонта. Помимо ремонта дорожного полотна, также обновляют разметку, пешеходные переходы и тротуары. Эти работы выполнят в ближайшее время. Станислав Трифонов, Елена Краева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». Глава муниципалитета Андрей Иванов выехал на место проведения дорожных работ. Специалисты сейчас наносят разметку на Можайском шоссе, при этом используют отечественную технику. Екатерина Крамор с подробностями. Отечественная разметочная машина «Вектор-31Т» вышла в ночь на Можайское шоссе. Такая техника способна наносить на асфальт современную термопластичную разметку и за смену пройти на 20 километров дорог. Чтобы границы проезжей части были видны в темноте, в состав добавляют светоотражающие частицы – стеклошарики. Сезонные работы по нанесению дорожной разметки в округе начались в апреле. В общей сложности нам необходимо нанести порядка 300 пешеходных переходов, разметить около 170 искусственных дорожных неровностей. В настоящее время почти 200 пешеходных переходов уже возобновлены. И примерно 50 ЭДМов тоже уже размечены. Глава округа Андрей Иванов проинспектировал качество работ, лично сев в кабину спецтехники. По производительности, по скорости, на скорости, да? Да, да, да. У нас более дождь на режиме. Да, да, да. Такие работы проводят в ночное время, в том числе из-за низкого трафика. Трудятся не только разметочные машины, но и четыре бригады специалистов. Помимо дорожной разметки уже обновили почти 200 пешеходных переходов и окрасили более 40 лежачих полицейских. Наталья Гончарова, Екатерина Крамор, телекомпания «Одинцова». И к новостям региона. Около 200 мест отдыха у воды необходимо проконтролировать сотрудникам ГУСТ Подмосковья. Это пляжи и зоны отдыха у воды. Нужно оценить качество уборки и покоса травы, элементов благоустройства, урн и контейнерных площадок. Мониторинг проводят ежегодно, начиная с мая и до конца летнего сезона. В прошлом году они проверили почти 2000 объектов. С другими новостями региона познакомимся прямо сейчас. Подмосковный Комлесхоз напомнил жителям области, что не нужно трогать выпавших из гнезда птенцов. Они сейчас только учатся летать, поэтому часто оказываются на земле. Специалисты призывают не трогать малышей руками. Можно аккуратно посадить птицу на нижнюю ветку дерева, предварительно надев на руки плотную ткань. Забирать птенца домой тоже не нужно. В Подмосковье построят животноводческий комплекс, где будут разводить лошадей пород «Тинкер», «Тракенская», «Уэльский пони» и «Фрисская». Всего 100 голов. Это позволит развивать племенную базу региона. Комплекс займет 6000 квадратных метров. В проект вложат около 75 миллионов инвестиций. Строительство планируют завершить к осени 2024 года. В Московской области с 2019 года развивается система мониторинга, которая позволит выявлять нарушителей природоохранного законодательства, в том числе в части загрязнения воздуха. Она состоит из стационарных постов и передвижных лабораторий. В случае выявления нарушений в течение 15 минут они выезжают на место, исследуют предположительный источник выбросов и определяют скорость ветра. Полученные данные используют в работе инспекторы эконадзора. Благодаря данным экомониторинга в 2022 году удалось ликвидировать более 200 несанкционированных источников выбросов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава муниципалитета Андрей Иванов провел совещание по вопросам развития проекта «Доброе кафе». На встрече присутствовали директора школ округа и представители родительского сообщества. Они обсудили качество питания ребят. На данный момент комбинат питания обслуживает все школы муниципалитета, а его работу обеспечивает 481 сотрудник, в том числе 128 поваров. Московская область стала первой внедрившей горячее питание для школьников после обращения президента Владимира Путина к Федеральному собранию в 2020 году. По инициативе губернатора Андрея Воробьева в Подмосковье работает система контроля качества и доступности горящего питания в школах. У нас очень важно, чтобы в рационе были овощи, фрукты. От культуры питания очень много зависит в жизни. Питание должно быть вкусным и полезным. У нас очень широкий спектр поставщиков питания. Вся продукция на 90% производится в Подмосковье. Серьезное внимание на питание школьников обращают в Одинцовском округе. В 2022 году был создан проект «Доброе кафе», который позволил существенно улучшить качество школьных завтраков, обедов и полдников. На данный момент кабинет питания обслуживает все муниципальные школы. Мы каждый день практически с коллегами из «Доброго кафе» обсуждаем и каждый день появляется какая-то новая идея, которая будет внедряться в нашей работе. Что-то мы всегда будем делать лучше. То уходим от посуды, рассматриваем подносы, то делаем красивые картинки, постеры, то будем разговаривать с детьми во время обеда о здоровом питании и так далее. Идей много, и нам как раз нужна такая обратная связь. Главная задача – обеспечить качественное питание в округе, которое будет устраивать всех – школьников, родителей и коллективы образовательных учреждений. В этом процессе важна обратная связь. Так изменений уже коснулось школьное меню. Были добавлены сосиски, хлопья, а картофельные салаты заменили на овощные. Кроме того, при формировании меню учитываются рекомендации специалистов, врачей и диетологов. Есть какие-то замечания, изменения по меню или какие-то организационные вопросы. То есть это сразу здесь, сейчас и сегодня вопросы решаются. Это очень хорошо, мы этого очень долго ждали. В округе действуют федеральные и областные программы по получению льготного и бесплатного питания. Работает проект «Родительский контроль», в рамках которого общественники и родители могут прийти в школу, осмотреть пищеблог и попробовать еду, которую дают детям. Чтобы вывести наш комбинат на следующий уровень развития, нам снова, как и в тот момент, когда мы принимали это решение, нам нужно изучить, как я уже сказал, обратную связь, получить информацию от школьников, от родителей, от педагогов, посмотреть, что и где нужно улучшить, где мы, очевидно, там пока не дорабатываем. И эту задачу нужно ставить на ближайшее будущее. Опрос родителей по качеству питания в школах проходит на портале «Добродел» и на школьном портале. При появлении жалоб на вкус или качество продуктов Министерством образования Московской области проводится проверка. Екатерина Крамор, телекомпания «Одинцова». Идеи по развитию культурной программы Парка Горького предлагали пользователи платформы «Город идей». Поступило более двух тысяч предложений в части экскурсии, лекций и на тему литературы. Один пользователь предложил рассказывать об известных писателях. Первое занятие посвятить Максиму Горькому, имя которого носит эта площадка. О других новостях столицы смотрите далее. Музей славянской письменности «Слово» на ВДНХ отмечает свой день рождения. Жителей и гостей столицы приглашают на мероприятие 24 мая. Посетителям покажут оригиналы азбук, букварей и прописей XIX-XX веков. Также все желающие смогут посетить театральную постановку «Сначала было слово», где актеры совместно со зрителями изучат роль слова в различных жизненных ситуациях. В девяти округах столицы откроют 27 площадок для выгула собак. На них организуют газоны и уложат искусственное покрытие, а также установят лавочки и современные тренажеры для питомцев. Все элементы сделают из экологичных материалов. Москва занимает первое место в стране по уровню безопасности дорожного движения. Во многом это заслуга самой развитой и современной в России системы фото-видео фиксации. Она начала работать в 2012 году. С тех пор количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях снизилось, а угонять автомобили стали меньше почти в 14 раз. Камеры работают непрерывно. И вновь к новостям округа. На стадионе «Солнечный» состоялся детский футбольный турнир, посвященный 37-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В нем приняли участие 8 команд из Московской области. Екатерина Крамор с подробностями. 8 команд, отличная погода и, конечно же, спортивный азарт. На стадионе «Солнечный» юные футболисты сразились в игре, посвященной памяти ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Сегодня уже второй ежегодный турнир памяти подвига ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Мы уже его проводим второй раз. И мы надеемся, что данный турнир будет проходить у нас теперь ежегодный. Потому что, ну, ведь данные мероприятия, они проводятся не для чернобыльцев, они проводятся именно для детей, чтобы детям рассказать и показать, что такое Чернобыль, что это за трагедия была. Богдан занимается футболом уже много лет. Последние 4 года регулярно участвует в разных соревнованиях. К такой памятной игре готовился ответственно. На поле выступают в позиции вратаря. Верхом давали, я ловил мяч, прыгал, забирал мяч в руки. Игроки команд были заряжены на победу и активно атаковали. На стадион юных спортсменов пришли поддержать и их родители. Мы сами на такие турниры объездили таких турниров, я не знаю, сколько лет, 5 мы ездили. Каждые выходные детские турниры – это супер. Столько эмоций положительных. Такой заряд бодрости для родителей, для детей, вообще для всех. Да, и возможность с детям, с родителями побыть. Принять участие в турнире и показать свой профессионализм и азарт в спорте приехали ребята из других городов Подмосковья. У нас 4 команды Одинцовские, 2 команды у нас из Балашихи, одна команда у нас из Мэтич и одна команда у нас Московская. Для всех участников футбольного турнира подготовили награды, а призеры получили золотые, серебряные и бронзовые медали и кубки. Екатерина Крамор, Илья Павлов, телекомпания Одинцова. Калининградские сотрудники МЧС спасли Аиста. Очевидцы сообщили, что он застрял в опоре освещения у федеральной трассы. Прибывшие на место спасатели решили, что без привлечения специальной высотной техники помочь птице не смогут. Тогда на место происшествия приехали сотрудники первой пожарно-спасательной части на автолестнице и спасли птицу. О других новостях России смотрите далее. Все регионы страны, включая новые субъекты, принимают участие в проекте Министерства посвящения Российской Федерации «Педагогические династии России». Истории семей войдут в электронный альманах, который выйдет в свет в завершении года педагога и наставника. Самыми активными участниками проекта стали жители Белгородской, Нижегородской областей и Еврейской автономной области. Среди опубликованных историй есть семьи, лидеры по количеству общего профессионального стажа. У некоторых династий он насчитывает 6-7 столетий и даже тысячелетия. На данный момент информацию о своих династиях на сайт интерактивного проекта направили уже более 600 учительских семей. Прием заявок на участие продлится до 1 июня 2023 года. Исследователи из Чуменского медицинского университета нашли новые виды клещей. Они могут приносить чуму и другие опасные инфекции. Собрали паукообразных в Бурятии и Туве с рукокрылых видов животных. Исследования в этой области будут полезны для борьбы с распространением заболеваний в данных регионах. Ученые раскрыли секрет загадочных пятен у берегов Балтийского моря. Исследования проводили специалисты из разных стран. Загадочные пятна в море наблюдаются уже десятки лет. На спутниковых изображениях они выглядят как закрученные узоры и появляются благодаря ветровым течениям и волнам. Оказывается, причиной их образования – высокая концентрация пыльцы сосен, которая уносится ветром с территории Польши на Балтийском море. Причем концентрация ее увеличивается. Ученые связывают это с изменением климата. Нашим ветеранам уже за 90. Несмотря на потери и горести, они прожили насыщенную жизнь. По их словам, очень счастливую. Один из них – Николай Чапуренко. Он встретился с фашистскими захватчиками в 17 лет. Боролся за победу, а вместе с ней и за свою будущую любовь, семью и счастье. Историю жизни героя расскажет Полина Бахова в нашей рубрике «Про людей». Я родился в Великом Новгороде. Знаете такой город? Вот. Там жил. Тогда еще совсем юный Николай Чапуренко не подозревал, какие испытания ждут его страну и выпадут на его долю. Страшная новость о начале войны застала его в Сталинграде. В 17 лет пришлось встать на защиту Родины. В Сталинграде был. Со Сталинграда в армию там пошел. Война уже началась. И на войне я и работал. Был радистом всю войну. Участвовал в освобождении Ростова-на-Дону, Донецка, Харькова и других городов. После окончания войны поступил в военное училище в Киеве. Когда закончил еще институт, мне хотелось очень в Ленинграде или в Новгороде. Говорят, нет, там нет работы, ничего, пойдешь в Москву. Ну, привезли в Москву. А из Москвы вот сюда привезли. Привезли и работать тут начал. Здесь совершенно случайно встретил свою единственную любовь длиною в жизнь. Познакомились в Доме офицеров на танцах, вспоминая только Дмитриевна. О том, что всю жизнь они пройдут рука об руку, и не думала. Но Николай был решителен. Когда уехал в училище, меня не отпускали, его тоже не отпускали. Друг его говорит, Миша, знаешь, ты едешь домой? Я забыла, в какой город. Поехала тоже в Россию. Возьми Олю на неделю с собой. Мама расплакала, я тебя не пущу. Ну, я уехала на неделю. Поехала на неделю и осталась на всю жизнь. Почти сразу расписались. В счастливой семье появилась дочь, которая рядом и по сей день. Жизнь была насыщенной и интересной. По работе Николай Николаевич исколесил всю Россию. И где бы ни находился, дарил окружающим радость и доброту. Его все любят. И дети любят, и женщины все любят. Он какой-то, вы знаете, ну не такой, как он бывает, сердитый, с кем-то поругается, с кем-то все. Его и на работе все любили. Эти качества пронес через всю жизнь. О войне супруги вспоминать не любят. На глаза сразу наворачиваются слезы. А вот День Победы, 9 мая, навсегда остался для них главным праздником. Конечно, самый хороший день. 9 мая, День Победы. Как он у нас далек. Как в степи потухшим таял огонек. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Создание географических карт дна Мирового океана имеет огромное значение для проведения климатических прогнозов, обеспечения безопасности подводных судов, укладки подводных кабелей и трубопроводов и многих других целей. На данный момент только 25% карты дна Мирового океана готовы к использованию. Здесь уже отмечено местоположение тысяч глубинных хребтов и более 19 тысяч подводных вулканов. О других новостях мира смотрите в нашей следующей рубрике. Ученые из России, США и Италии представили новый препарат, способный уничтожить ВИЧ в нейронах мозга. Проведенное исследование привлекло внимание медицинского сообщества. Новый препарат способен преодолеть гематоэнцефалический барьер и уничтожить вирус в нейронах мозга, где он обитает. При этом является абсолютно безопасным. Исследования и клинические испытания препарата позволят установить его эффективность и безопасность для пациентов. Ученые из Ельского университета и Института Броуда Массачусетского технологического института провели исследование, которое показало, что некоторые фрагменты генетической информации были потеряны в ходе эволюционной истории человека, отличая нас от близких родственников шимпанзе. Выяснилось, что 10 тысяч недостающих фрагментов ДНК, которые присутствуют в геномах других млекопитающих, от мышей до китов, являются общими для всех людей. Это открывает новые горизонты для изучения эволюции человечества и понимания того, как эти недостающие фрагменты ДНК повлияли на развитие нашего вида. Максимальная скорость передачи информации между различными областями мозга достигается в возрасте от 30 до 40 лет. Данное исследование было проведено учеными клиники Майо и их голландскими коллегами, которые измеряли время прохождения сигналов от лобной до теменной кости мозга у 74 участников в возрасте от 4 до 51 года. Это исследование является важным шагом в понимании работы мозга и может быть использовано для разработки новых методов лечения ряда заболеваний. А теперь о погоде. По прогнозам синоптиков сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем 24-26 градусов тепла, ночью около плюс 16. Ветель переменных направлением 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 36%. Геомагнитное поле спокойное. Наш эфир подошел к концу. Новые сюжеты о событиях в округе смотрите в информационном выпуске в 20 часов. А также следите за новостями в нашем телеграм-канале про округ. А с новостями молодежной редакции вы можете познакомиться в телеграм-канале про молодежь. На этом наш выпуск завершен. Всего вам самого доброго, удачного рабочего дня. И, естественно, хорошего вечера. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова